Еще одна неизвестная страница Великой Отечественной войны практически заполнена благодаря поисковикам Ненецкого автономного округа. Участники поискового движения отправились на поиски пропавшего в 43-м году советского штурмовика СБ-2. Еще одна неизвестная страница истории Великой Отечественной войны практически заполнена благодаря участникам беспрецедентной по своему масштабу экспедиции. Поисковики в течение двух недель в районе озера Сульского, это недалеко от Коткина, занимались поисками обломков советского бомбардировщика СБ-2, который, согласно архивным данным, потерпел крушение 14 сентября 43-го года. И хотя сам самолет обнаружить не удалось, участники экспедиции нашли человека, который видел крылатую машину. А значит, поиски продолжатся. Репортаж Олега Хатанзейского. Самолет СБ в свое время был лучшим скоростным бомбардировщиком. Не долетев до аэродрома Наринмара чуть больше 200 километров, советский бомбардировщик потерпел крушение, выполняя вынужденную посадку. Он рухнул в районе Сульского озера, недалеко от села Коткина. Причиной трагедии, согласно архивным данным, стал отказ двигателя. Как заявил один из членов экипажа, который с чудом не был в данном полете, он сказал, что ребята проигнорировали безопасность в плане того, что они не слили остатки топлива после полета. То есть, скорее всего, что в топливе образовался лед, наледь какая-то образовалась и в результате произошел отказ двигателя. В кабине самолета тогда находились 4 человека. Это командир воздушного судна, штурман, авиамеханник и стрелок-радист. Погибли все до единого. Почти через месяц после крушения на поиски самолета из Наринмара была направлена экспедиция на оленьих упряжках. И эта экспедиция, она описывает, что, ну, в своих отчетах, что, ну, описывает то, как погибли летчики. То есть, они не сгорели, вот, они были переломаны, сам командир крестьянов был очень, ну, разорван там на куски, а остальные летчики, тела остались целостными, хотя были множественные переломы, но летчики были уже мертвы. В 43-м тела летчиков участники экспедиции оставили там, возле самолета. С тех пор на месте крушения никто не появлялся. Данная экспедиция, пожалуй, первая в своем роде. Спустя больше полувека после того события эти люди намерены найти обломки советского бомбардировщика. За две недели поисковиками проделан огромный путь. Обследовано почти 30 тысяч квадратных километров. Условия для поисков, мягко говоря, не лучшие. Повсюду болото, высокие заросли и неровный ландшафт. На след СБ-2 выйти так и не удалось. Но мы нашли новую информацию. Нашли человека, оленевода, который видел этот самолет. И, как бы, сведя все факты воедино, мы выяснили, что это, похоже, единственный человек, который видел этот самолет. У нас была даже продумана операция, как мы этого оленевода доставим в район поисков. Но, к сожалению, в связи с тем, что огромная загруженность работы у оленеводов, олени разбрелись, грибов много, олени расползлись от моря до камня, зам по оленеводству нам не разрешил. Зимой спецоперация по обнаружению самолета и тел летчиков продолжится. Район поисков, благодаря информации оленевода, сузился до одной небольшой линии. К слову, в этих местах со времен Великой Отечественной уже найдены обломки пяти военных самолетов. Часто здесь встречаются и отработанные элементы ракетоносителей. Впечатление их, конечно же, море. Для Алексея Бажукова масштабная экспедиция стала первой. Первой, чуть ли не последней. Когда их беспилотник сдерялся в тундре, мужчина отправился на поиски. Но через несколько часов искать пришлось уже самого Алексея. В самый неподходящий момент сели батреки в GPS. Участник экспедиции почти сутки провел в незнакомой ему местности. Я понимал ориентировочно в каком квадрате и какое направление у нас было. Я понимал, что для меня основным ориентиром является река Веселая. Река Веселая – это в нее впадает ручей, который протекает мимо нашего лагеря. Когда нужный ему ручей был найден, Алексей услышал шум вертолета. И только тогда появилась паника. Он подумал, что улетят без него. Что-то меня вот екнуло. Я вспомнил, что у меня есть рация. Я ее включил. И тут шипение, сигнал и разрывной крик Андрея. «Леха, ты жив?» И все. И потом уже по рации я начал координировать. Лишь потом в вертолете у меня скупая мужская слеза вылилась. Я понимал и осознал, какая ситуация возникла на самом деле. Но несмотря на ситуацию, Алексей и его команда обязательно продолжат поиски советского бомбардировщика. Следующая экспедиция намечена уже на эту зиму. Как они говорят сами, кто ищет, тот всегда найдет.